Здравствуйте! Это новости на шестом канале о самым важном в политике, бизнесе, культуре и спорте. Меня зовут Валерия Саенко. Сегодня в программе. Не платите по счетам, а не боитесь без машины остаться? Судебные приставы совместно с энергетиками пошли в рейд по злостным неплательщикам. У меня сейчас всё идёт, дело всё выплачивается. Документы подтверждающие есть? То, что у вас удерживается, со шестом. Извинения, у вас не уплачивается. Я представлюсь как у КС. Ну, давайте. У вас оплачивается только текущая дата. Борьба с коронавирусом только на бумаге? Жители области жалуются на то, что не могут получить медпомощь после возвращения из заграничных поездок. А власти отчитываются. Поводов для паники нет. Сейчас отлажена эта система через Роспотребнадзор. И отрицательные анализы пришли к 21 часу. Все расслабились. Перезал рынка пассажироперевозок отрицает. За подчинённых заступается. Удалось ли главному дорожнику области пролить свет на ситуацию с транспортом в регионе? Вот эта политически ангажированная история, которая произошла, наверное, уже была, по моему мнению, опять же, последней, можно сказать, каплей, да, там, в чашу, да, и было им принято такое решение. В Коврове под автомобиль угодил мотоциклист. Авария произошла в ночь на 12 марта. Предварительно 21-летний водитель Ауди 80 при повороте налево сбил мотоцикл Мотоленд. Им управлял 27-летний мужчина в результате столкновения. Серьёзно пострадал владелец двухколёсного транспорта. С травмами его госпитализировали. Его 31-летний пассажир отделался лёгкими травмами. Он будет лечиться амбулаторно. Как пишут очевидцы в соцсетях, молодой водитель старенькой иномарки мог быть пьян, а оба мотоциклиста были без шлемов. Обстоятельства выясняют правоохранители. А под Владимиром накануне поздно вечером насмерть сбили пешехода. Авария произошла на шестом километре трассы Владимир-Муром-Арзамас. Под колёса грузовика попал 27-летний мужчина. По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ, 1992 года рождения, двигаясь в сторону города Владимира, совершил наезд на пешехода, 1992 года рождения, находившегося на проезжей части. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Улетают крыши, теплица, светофоры, обрываются провода. В ближайшие сутки на территории области сохранится неблагоприятная погода. Ветер будет достигать 15-20 метров в секунду. Энергетикам пришлось сегодня поработать. Ветер оборвал провода сразу в нескольких районах области. Бригады Россети Центра Приволжья Владимир Энерго оперативно восстанавливают локальные нарушения электроснабжения. В восстановительных работах задействованы 12 бригад в количестве 44 человек и 14 единиц техники. Из-за сильного ветра упал даже светофор, что у детской областной больницы во Владимире. В соцсетях жители делятся фотографии произошедшего. Очевидцы отмечают, хорошо, что хоть на дорогу упала никому-то на голову. Вот я и стояла там с двумя детьми, а он мне под ноги. Действительно, хорошо не на головы. На перекрестке Горького и Мира тоже сдуло светофор. Помимо светофоров улетают крыши с домов и балконы. Так в Муроме на улице Экземплярского сдуло балкон. Пришел к газели, а тут балкон упал. Восьмого этажа. Рядом с моей машиной. Как сообщает в МЧС, в области от сильного ветра падают деревья, рвутся провода, но чрезвычайных ситуаций не было. Спасатели еще раз напоминают, что в случае возникновения происшествий, связанных с разбушевавшихся стихией, следует звонить в службу спасения по номеру 01 или 112. Долг платежом красен, говорят сотрудники компании «Энергосбыт Плюс». Вместе с судебными приставами они вышли в рейд по злостным неплательщикам. Приставы берутся за дело, когда есть уже решение суда. Один из должников не оплачивал счета за электроэнергию больше трех лет. С января 2015 по февраль 2018. Застать его в квартире не получилось. Здравствуйте. Судебный пристав из Ленинского района. Но участников рейда такой ответ не остановил. Они начали готовиться к аресту автомобиля должника. Он стоял возле дома. И, о чудо, не прошло и нескольких минут, как должник объявился. Он рассказал приставам о частичном погашении долга. Но сотрудник компании «Энергосбыт Плюс» не подтвердила эту информацию. У меня сейчас все, как бы, идет дело, все выплачивается. Документы подтверждающие есть? А сумма застаревшего долга – порядка 62 тысяч рублей, пояснили приставы. Эти деньги мужчина должен за свет. И раз выплат пока нет, автомобиль должника погрузили на эвакуатор. Теперь у мужчины есть чуть больше недели для выплаты за должности. Иначе с арестованным имуществом, а в данном случае это автомобиль, он может попрощаться насовсем. Должник может в 10-дневный срок с момента получения копии акта ареста обжаловать акта ареста в районном суде. И пока не введена процедура реализации имущества, то есть он может погасить за должность, имущество будет ему возвращено. Кстати, мужчина не только накопил долги. Проверяющие заметили и самоуправство. Еще 29 января его квартира была отключена от света. Но это не стало проблемой. Как оказалось, проживающие нашли выход и из этой ситуации. Включали автоматы, аппараты защиты, пломбу наклеивали на них. Скрыто написано на пломбе. То есть сами к себе подключили сверху. Сейчас мы попытаемся отключить уже из-под счетчика. А за подобное своеволие полагается немалый штраф. От 10 до 15 тысяч рублей, пояснили в компании «Энергосбыт плюс». В целом же по региону на начало марта сумма долга за электричество перед «Энергосбыт плюс» превысила 103 миллиона рублей. А за тепло и горячую воду перевалила за 400 миллионов. Рассказала руководитель отдела по сбору денежных средств. За два месяца 2020 года мы направили в суд более 2000 судебных решений на общую сумму требований 16 миллионов рублей. Те потребители, которые не оплатили добровольно, мы направляем на принудительные взыскания. Это в органы судебных приставов, в пенсионный фонд и также в банки. В банках там арестовывают расчетные счета. В компании «Энергосбыт плюс» посоветовали оплачивать долги своевременно. Тем более в случае оплаты долгов за электричество, горячую воду и тепло по 31 мая включительно, будут списаны все начисленные пени. До конца весны действует акция под названием «Весна тают пени». Алексей Домнин, Александр Мажаров, 6-й канал. До первого заболевшего. Сергей Шевченко, первый заместитель губернатора, отвечающий за здравоохранение во Владимирской области, заявил, что в отличие от Москвы, обл. администрация пока не запрещает проведение массовых мероприятий. Шевченко дал понять, что ждет повода, а он появится вместе с первым заболевшим коронавирусом. Если вы знаете, мэр города Собянин подписал документ о том, что Москва переводится в режим повышенной готовности. Повышенной готовности. Соответственно, у нас такой документ готов на подпись. В случае появления у нас официального заболевшего, который будет подтвержден соответствующими анализами, мы вводим такое же положение. В этом документе у нас там все расписано. Пока по официальным данным Роспотребнадзора в нашей стране 34 случая коронавирусной инфекции. Большинство заболевших – россияне, вернувшиеся из-за рубежа, двое гражданин КНР, один гражданин Италии. Во Владимирской области заболевших коронавирусом официально не зарегистрировано. В Роспотребнадзоре рапортуют, что ситуация под строгим контролем. Все необходимые меры для остановки коронавируса принимаются. Однако в соцсетях некоторые пользователи пишут, что по возвращению из-за границы их никто не контролировал. Жительница Камешковского района прилетела из Испании 3 марта. По ее словам, в аэропорту прилетевших никак не проверяли. И, судя по всему, напрасно. Через несколько дней у этой девушки поднялась температура. Позвонив в Роспотребнадзор и дозвонившись до начальника эпидотдела, я получила инструкцию – сидеть дома и позвонить своему участковому врачу. Рассказать о ситуации и ждать того, что ко мне должны приехать и взять анализы. 7 марта мы позвонили на ФАП. Был выходной. Медсестра сказала оставаться дома и прийти на прием в пятницу, 13 числа. Девушка рассказала, что ее здоровьем никто не интересовался, пока она снова не позвонила на номер горячей линии. Только тогда приехали врачи, взяли анализы и забрали девушку в инфекционное отделение местной больницы. Сейчас она в отдельной палате. Анализы у нее взяли, но хорошие они или нет, девушки сказать не могут. Температура у нее периодически то опускается, то поднимается. У меня взяли кучу-кучу анализов, в том числе и на грипп, на коронавирус. Еще мне взяли кровь, видимо, тоже на определение. Будем ждать результат. К слову, накануне Сергей Шевченко, когда его утверждали вице-губернатором, упомянул о жительнице области, приехавшей из Испании. Если об этой что пишет в инстаграме, то Шевченко явно поторопился успокаивать депутатов, что у него все под контролем. А если о другой, то владеет ли он сам полной информацией по коронавирусу во Владимирской области? Было подозрение на одного заболевшего. Женщина вернулась из Испании 6-го числа. Она была сразу помещена в бокс инфекционного подразделения области, потому что у нее возникла пневмония. Анализы были выполнены в течение нескольких часов. Сейчас отлажена эта система через Роспотребнадзор. Отрицательные анализы пришли к 21 часу. Все расслабились. Директор департамента транспорта продолжает утверждать, что его бывший зам Павел Левин не имеет связи с компанией и перевозчиком. Напомним, несколько дней назад общественности стало известно, что заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Павел Левин уволился по собственному желанию. И это событие произошло после февральского заседания ЗАГС Собрания, на котором был поднят вопрос о возможном конфликте интересов и связи Левина с транспортной компанией. Но начальник Левин Алексей Косилов считает, зам ушел, потому что работа не пришлась ему по душе. Здесь, на госслужбе, уже немножко другая специфика работы. И не каждому она может быть даже по душе, и кого-то даже, наверное, будет надламливать в каких-то моментах. Ну а последняя вот эта политически ангажированная история, которая произошла, наверное, уже была, по моему мнению, опять же, последней, можно сказать, каплей в чаше. И было бы им принято такое решение. В отношении Левина департамент безопасности даже провел проверку. О ее результатах Косилов не рассказал, но дал понять, что Левин не был связан с компанией-пассажироперевозчиком и не имел конфликта интересов. Насколько мне известно, компаний никаких нет. В департамент безопасности, насколько я знаю, в департамент безопасности поступило обращение от гражданина. И в рамках 59-го ФСР была проведена проверка. Левин, право, еще дался это пояснение. Проверка, я так понимаю, ответ гражданину предоставлен. Если он с ним будет не согласен, он может обращаться дальше. На февральском заседании ЗС депутат Андрей Маринин указал на связь Павла Левина с некой транспортной компанией. И тогда директор департамента транспорта Косилов, судя из его ответа, понял, о какой конкретно фирме идет речь. Компания «Виктория» на межмуниципальных маршрутах не работает, как мне известно, в департаменте. На какие-то маршруты, как вы сказали, у кого их, как вы выразились, отобрали, тоже не претендует, наверное. Любопытно, что на сегодняшней пресс-конференции Алексей Косилов уже не понимал, о какой именно компании, говорят журналисты. АО «Виктория» таких названий знаете сколько? Опять же, в конкурсе может участвовать любая компания, у которой есть определенный набор соответствующих документов, лицензий и всего остального, что требуется конкурсной документации. Если она соответствует, «Виктория», «Победа», «Лыбедь» могут участвовать. На том, что передел рынка происходит с подачей департамента транспорта, настаивают перевозчики, которые сейчас, по сути, остаются за бортом. Вот и на пресс-конференцию главного дорожника области не пустили директора компании, которая занималась до недавнего времени пассажироперевозками в Собинском районе. С его фирмы департамент транспорта расторг договор раньше положенного срока. По мнению перевозчика Князева, произошло это неправомерно. Якобы претензии департамента к его компании были надуманы. Режим труда и отдыха. Хорошо, меня там привлекает к ответственности. В итоге был суд, мне вынесли замечание. Я уже понес наказание за это, то, что я нарушил. И начали придираться просто высасывать из пальца, по-простому. А 220-й закон сейчас четко гласит, что договор может быть расторгнут с перевозчиком только в одном случае, если у него систематические срывы рейсов, что у меня отсутствовало. В итоге уже 50 человек перевозчику Князеву и своей компании пришлось уволить. Фирма утопает в кредитах, так что перевозчик намерен с Белым домом судиться и доказывать, что договор с ним расторгли незаконно. Ближайшее судебное заседание назначено на конец марта. Никита Королев, Максим Истомин, 6 канал. Продолжаем выпуск. И далее мы расскажем о других событиях, которые случились в нашем городе и области. Не пропустите. Мы рассказываем о том, что происходит рядом с нами. Прямо сейчас вы увидите. Обсудили проект закона о поправках к конституции. Региональный парламент одобрил проекты корректировки главного закона страны. Назрела необходимость тех изменений, которые сегодня вносятся. Большая вода отступает. В МЧС отметили, что ситуация в деревне Мастищево, которая отрезала от цивилизации, начала налаживаться. В этой деревне в настоящий момент проживает 6 семей. В музейной королеве 89 день рождения отмечает герой труда Российской Федерации Алиса Ивановна Аксенова. От нее тепло исходит очень сильно. И она очень мудрый человек. И к ней можно прийти за советом. Впечатление? Ну, здесь это музей. Музей, конечно. Это первая моя работа. Музей, без бабушки, естественно. Музей, без бабушки. Глава о всенародном голосовании за их введение. И порядок вступления поправок в силу. Роман Кавинов напомнил, что с предложением о корректировке главного закона страны выступил президент. Владимир Владимирович Путин в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию Российской Федерации внес ряд инициатив, направленных на качественное улучшение социальной обстановки в Российской Федерации, на поддержку семьи, на поддержку детства. Ряд других предложений. Также президентом были высказаны предложения по совершенствованию главного закона нашей страны. Кроме социального, в предложенных поправках есть блок, направленный на укрепление государственной независимости России и защиту национальных интересов. Серьезные изменения касаются высокопоставленных чиновников и высших должностных лиц. Им запрещается иметь двойное гражданство и счета в иностранных банках. Есть в проекте и поправки, усиливающие влияние регионов через укрепление госсовета. Проект поправок в региональном ЗС активно обсуждали около двух часов. Вячеслав Картухин назвал принятие поправок историческим событием. Значительно оживилась политическая жизнь в нашем государстве. Потому что Конституция, как основной закон, безусловно, притягивает к себе внимание всех, и не только в нашей стране, но и за рубежом. Назрела необходимость тех изменений, которые сегодня вносятся. О проекте закона и поправках высказались многие представители фракции облпарламента. С учетом мнения фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе решили, естественно, поддержать поправки в Конституцию в целом. Считаю самым важным то, что мы закрепляем и расширяем понятие социального государства, Российской Федерации как социального государства, и закрепляем в Конституции некоторые, не все, но некоторые социальные гарантии, которые не могут быть отменены. Депутаты ЛДПР тоже призвали депутатов голосовать за принятие закона проекта. В первую очередь потому, что он поддержит семьи и детей. Для нас нет ничего важнее, наверное, чем дети. Мы должны защищать детей. И если страна должна заботиться о детях, то это аксиома, и мы должны все ее поддержать. Мнения членов фракции КПРФ разделились. Сергей Газаков заявил, что проголосует против поправок, но большая часть коммунистов воздержалась от голосования. Одной из причин такого решения стало то, что в итоговый текст не включены предложения коммунистов о национализации земли и недр. Остальные же депутаты облпарламента поддержали законопроект. В целом закон очень гармоничен, он достаточно продуман, и предлагаю его поддержать. Напомним, 11 марта законопроект одобрили Госдума и Совет Федерации. Накануне все 85 регионов России поддержали закон о внесении поправок в Конституцию. Теперь утвердить решение регионов должны на соседании Совета Федерации. 22 апреля назначено всероссийское голосование. Своё мнение о поправках в основной закон смогут выразить все граждане. Маргарита Вахрова, Александр Мажаров, 6 канал. Ситуация с паводком в Мастищево под контролем. Сотрудники МЧС круглосуточно мониторят обстановку в деревне. Напомним, в минувшие выходные здесь разлилась речка Кубарь. Единственный мост, который связывал деревню с цивилизацией, оказался затоплен. Вода поднялась выше уровня переправы на 80 сантиметров. В итоге экстренные службы переправляли людей на лодке. С жителями постоянно ведется профилактическая работа. Вот и накануне сотрудники МЧС приехали к людям, чтобы еще раз напомнить номера телефонов экстренных служб и меры безопасности при разливе реки. Проведена беседа, вручены памятки, также проинструктированы дополнительно. Также им дополнительный разрешен порядок переправы, если в случае необходимо им потребоваться переправы на другой берег или в случае медицинских каких-то обращений в службу на жизнеобеспечение. В деревне расположено 22 нежилых дома. Четыре из них используются как дачные. Все жители имеют необходимые для жизнеобеспечения вещи и продукты питания. Как говорят местные власти, разлив реки в этой местности иногда случается. И в свою очередь спасатели и чиновники помогают жителям. Переправить человека на другой берег не составляет труда. В этой деревне в настоящий момент проживает 6 семей. Необходимо будет помощь одной женщине, которая едет в Москву, ей нужно в больницу быть в субботу. Поэтому завтра мы подъедем, спасатели подъедут, приправим ее, поможем ей, довезем до автономного полоса и отправим ее в Москву. Других проблемных вопросов нет. За несколько дней ситуация немного стабилизировалась. Вода стала уходить, сейчас ее уровень на отметке в 70 сантиметров. Как отмечают спасатели, при таких темпах понижения уровня воды уже через несколько дней до деревни сможет доехать любой внедорожник. Внедорожник наехал на Грушево. Владимир со склада изъяли 48 килограмм фруктов. Владимирская таможня вместе с Россельхознадзором в ходе рейда обнаружила на складе санкционные продукты. Сообщается, что информация, указанная на этикетках, не соответствовала действительности. По указанным на этикетке юридическому адресу и ИНН импортера оказалась зарегистрирована другая фирма. Товар сопроводительных документов на груши неизвестного происхождения продавец предъявить не смог. 48 килограмм свежих груш изъяли. Фрукты раздавили до состояния пюре прямо на асфальте колесами внедорожника. День рождения у музейной королевы. Речь о заслуженном работнике культуры РСФСР, герою труда Российской Федерации Алисе Аксеновой. 13 марта ей исполнилось 89 лет. Более полувека она посвятила музейной работе. В советское время, благодаря ее усилиям, сохранились многие уникальные памятники архитектуры. Окреп Владимир Суздальский музей-заповедник. А у нашего города завязались дружеские отношения с крупнейшими музеями России и мира. Алису Аксенову всегда отличала принципиальность и желание отстаивать интересы культуры и музея, несмотря на все проблемы и препятствия. Во многом, благодаря ее стараниям, удалось отказаться от идеи сделать центр города пешеходным. К ее советам до сих пор прислушиваются первые лица области, а родные ценят за женственность, обаяние и мудрость. Несколько лет назад на торжествах в честь 85-летия Алисы Ивановны своим отношением к бабушке с нами поделилась ее внучка. От нее тепло исходит очень сильно, и она очень мудрый человек, и к ней можно прийти за советом. Впечатление, ну, здесь это музей, музей, конечно, это первые мои походы, музей были с бабушкой, естественно. Недавно мы рассказали о том, что руководительница музея-заповедника удостоилась общественной награды. Алису Аксенову наградили почетным знаком за заслуги перед музейным сообществом. Он был учрежден Союзом музеев России в 2019-м. Под номером один почетный знак достался руководителю Эрмитажа Михаилу Петровскому, а вот под номером два – бывшему гендиректору Владимира Суздарского музея-заповедника. Сама Алиса Ивановна и сейчас старается посещать наиболее яркие культурные события. Кроме того, она с удовольствием вспоминает о своих встречах с интересными людьми. За свою жизнь ей удалось пообщаться с выдающимися политиками, художниками, музыкантами, поэтами. В их числе – писатель, скульптор, дизайнер и художник Танина Гуэра. Когда я была у него в гостях четыре раза, так случилось один раз даже на 85-летие праздницу Гоншеву было. И вот вы знаете, один раз он меня пригласил, позвал сразу после самолета. Он прилетел, он удивительно шустрый был по возрасту, немедленно ехать в Сан-Марино. Я видела, как его принимают и поняла, что это фигура. Посмотреть мультфильмы, послушать музыку и поиграть всей семьей. Чем заняться в эти выходные? По традиции расскажем в нашей афише. Не пропустите самое интересное. Узнать секреты древних монастырей Владимир и окрестностей можно будет в областной научной библиотеке. В субботу в 15.00 там презентуют книгу историка-краеведа, заслуженного работника культуры Татьяны Тимофеевой. В книге подробно описывается архитектура и история Рождественского монастыря. В нем когда-то покоились мощи князя Александра Невского. Презентация проходит в рамках Дня православной книги. Узнать о создании книги и лично пообщаться с автором смогут все желающие. Возрастное ограничение 12+. 25-й фестиваль анимации продолжается. Посетить интересные площадки, встречи и мастер-классы в выходные можно в Суздале и во Владимире. К примеру, юные и взрослые зрители увидят новейшие мультфильмы на площадке областной библиотеки для детей и молодежи на Мира-51. Акция «Открытая премьера» пройдет в субботу и воскресенье в 16.00. Кроме того, в одном из Владимирских кинотеатров пройдет веселый праздник мультфильмов с играми и просмотрами для детей. Возрастное ограничение 0+. Интересные программы в эти выходные подготовили городские парки. В воскресенье в Добросельском расскажут об окружающем мире. Познавательная программа для юных посетителей начнется в 11 утра. Возрастное ограничение 0+. В этот же день в Дружбе тоже познавательное мероприятие под названием «Полезная корзинка». Начало в 11.30. Возрастное ограничение 0+. Центральный парк приглашает на весеннюю игровую программу «Копель». Начало в полдень. Возрастное ограничение 0+. В загородном парке ждут самых метких. Там пройдет спортивно-развивающая программа «Тир-турнир». Начало в полдень. Возрастное ограничение 0+. Вспомнить любимые песни предлагает в воскресенье Центральная городская библиотека, а именно филиал в Юревце. Там в 14.00 начнется музыкальный ретро-вечер с песней по жизни. Возрастное ограничение 0+. Это все, о чем мы вам успели. Сегодня рассказать еще больше новостей ищите на нашем сайте 6tv.ru. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на 6-м канале. Всего доброго. До встречи. Сегодня вечером во Владимире малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 4 градуса по Цельсию. Завтра днем во Владимирской области пасмурно ожидается дождь. Столбики термометров покажут 4-5 градусов тепла. Ветер юго-западный со скоростью до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Видимость до 42 километров. Магнитное поле слабо возмущенное.